сегодня мы подключим на сервере dhcp сервер соответственно чтобы проверить как будет работать dhcp мы запустим клиента ну давайте начнем с сервера make-сервер dhcp у нас раздает адреса по сети ну и кроме того дополнительную информацию может давать это одно из средств автоконфигурирования их несколько средств автоконфигурирования dhcp достаточно удобен для администрирования больших сетей у нас как вы помните будет сервер одновременно являться маршрутизатором он же будет раздавать dhcp через него компьютер будет выходить в интернет пока у нас грузится сервера кроме того что мы установим dhcp и проверим мы вторым шагом настроим так чтобы dhcp записывал новые хосты в dns чтобы локально мы могли обращаться хосту по имени достаточно удобная вещь и так вот у нас загрузился юзер это ваш логин еще раз напоминаю вы под этим логином работаете как терминал открою как всегда две вкладки на первой вкладке mc будет чтобы просматривать и редактировать файлы а на второй вкладке будем запускать консольные программы сюда минус ай минус ай это еще раз чтобы мы перенесли все шаговские настройки вот тут mc запустим итак ну что нам в самом начале нужно сделать это конечно установить dhcp ну или есть ли его не был он установится а если он был то просто проверим что он есть dhcp устанавливаем нужно заметить что этот dhcp разрабатывается той же группой что и bind который мы установили в прошлый раз поэтому для них существует связка именно dhcp можешь записывать информацию bind есть комплексы которые которые имеют одновременно и dhcp и dns в виде одного пакета ну и соответственно там ничего и настраивать не нужно вот это вот этот вариант dhcp иск dhcp dhcp и dhcp named это достаточно мощный софт для больших сетей так вот установка идет так же как в прошлый раз у вас после окончания вы записываете все ваше действие ваше действие в файлы и добавляете их вагрант чтобы в случае чего он мог повторить ваши действия итак у нас установила все это у нас в институт а dhcp вот он dhcp демон и dhcp демон 6 пустой файл но мы прочли намек что нужно взять example user user шара 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 док dhcp и вот example мы переписываем сюда заменяем yes ну тут можно что у нас давайте с самого начала заменяем наш домен на юзернет это ваш логин еще раз у нас юзернет тут секундах время насколько отдается адрес адрес конечно это очень мало вообще я думаю максимально нужно установить дня на три чтобы все нормально компьютеры получали dhcp ну тут мы оставим вот эти вот значения это это для сетей экспериментальных потому что у нас все время конфиги будут меняться нам лучше если будет он обновляться почаще это авторитетный у нас сервер р2 сохранили а ну давайте мы какой-нибудь как шаблон сети возьмем сейчас а вот этот вот как шаблон возьмем все остальное ctrl y я убираю строки ctrl y сетей удалили тут мы можем поменять глобальные опции внутри нам тут это не нужно это убираем домейны убираем роутер нужен проотказ нужен лизы не нужны итак у нас 192 168 1 0 0 0 0 0 мы раздаем адреса можете посмотреть табличку в принципе каждая сеть должна иметь регламент по выделению адресов мы будем раздавать адреса с 30 по 199 192 168 1 30 192 168 1 30 192 168 153 12 153 165 153 154 154 154 154 164 166 166 166 168 166 168 168 177 255. Ну вот вроде мы сконфигурили правильно. Вот это у нас минимальный конфиг. Будет писаться cdwar.lib.dhcp. Вот сюда вот Лиза будет писаться. Вот эти файлы можно стирать. Он их задает заново. Дальше у нас два интерфейса DHCP нужно привязать к интерфейсам, на которых он раздает собственно DHCP пакеты. Потому что если мы не прописали какой-то интерфейс в конфиге, а у нас прописан только Ethernet-1, то он не будет запускаться. Давайте перейдем к интерфейсу. Вот у нас Ethernet-1 называется наш интерфейс, на котором мы будем раздавать . Обычно раньше это прописывалось вот в этом файле, но они поменяли скрипты для запуска. Сейчас System5 и им была лень наверное генерить новые файлы для того, чтобы работала совместима со старым вариантом. Поэтому тут прописано, что нужно сделать. Мы это сделаем. А именно вот у нас Systemd lib и вот находим тут DHCP. Вот сервис DHCP. Мы его сюда скопируем. f5 копирование, f4 редактирование и здесь добавим интерфейс Ethernet-1. Тут список может быть Ethernet-1, Ethernet-2 и так далее. Если у вас много интерфейсов, или если с павланом раскинут, то вообще список большой будет. Значит, ну и дальше мы должны сделать, что System. Control. Перечитать конфиги. Вот зададим параметр, что это именно системные конфиги. Demo Reload, табуляции дописывается. System. Control. Enable DHCP. Вот видите, мы подключили именно тот, который редактировали мы DHCP. что мы сделаем еще. А давайте мы еще пропишем наш хост в DNS. Варенеймет. Это я Alt-C нажимаю или Meta-C. Можно нажимать, что восьменная рабочая каталога. Тут мы пропишем в 4. Давайте. dhcp адрес 192.168.111 и Pan-C. давайте поменяем номер ну тут в принципе число можно менять или если это в тот же самый день делается то можно менять две последние цифры это номер ревизии типа считается что 100 ревизий на день хватит вы поменяйте пожалуйста число чтобы было видно когда вы это делали а я ревизию поменяю так реверсная зона тут я вот так вот f3 f3 f5 тут напишу dhcp ревизию поменяю так перестартно system control restart named ping dhcp user нет да все нормально и перед тем как мы запустим dhcp что мы сделаем давайте мы откроем порт zero где лист сервисе вот у нас какие сервис а открыто посмотрим какие вообще конфигborough есть тут 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 ищем dhcp вот есть это сервис где и теперь и перманент да конечно перманентно добавим все добавили опять пожалуйста есть сервисис вот dhcp появился permission восстановим для dhcp на самом деле эти permission и не нужно под ротом работает это конечно не есть хорошо ничего не поделаешь контекст поменяли все давайте стартанем system control start dhcp вот он стартанул и ждет ну что нам теперь нужно запустить клиента и посмотреть что будет перед тем как запустить клиента вот посмотрите что мы там сделаем у нас конфиг клиента вот и мы добавили конфиг routing что он делает у нас два интерфейса интерфейс ethernet 0 он управляющий интерфейс 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 ethernet 1 у нас тут рабочий интерфейс он к серверу подключен через него будем интернет выходить нам нужно чтобы routing шел через ethernet 1 поэтому мы ему ставим метрику 1 то есть по умолчанию все пойдет там где метрика меньше то есть через ethernet 1 так make клиент если вы клиент запускали без этого сервера настройки то нужно провизинг мы сделать но в принципе вы должны были цветы настройку запускать так вот у нас загружается первый вернет еще раз это управляющий зерны для того чтобы погрант им управлял принципе если будет машина рабочие тут там столько из арендов то не нужно у клиента достаточно 1 и вот это вот один это есть нас из аренд 1 стартуем загружается давайте посмотрим юзер eBay закручивается чтобы диетически в за в туда он у нас получил адрес вы видите мужчина с именем клиент получила адрес все это записывается вот тех файлах лиза которые файлы ctrl-s lib ctrl-s dhcp вот у нас тут записалось вот у нас прописано выдала ему он переспрашивает в разное время лиза ему этого так давайте посмотрим и так клиент запустился что мы тут делаем мы смотрим и в конфиг вот у нас и в конфиг у нас два эзернета и вот этот адрес который он получил по сети вот тут этот адрес давайте следующим шагом мы сделаем следующее мы сделаем чтобы он прописывал этот адрес в днс вот давайте дик дик собака 192 168 11 dhcp юзернет вот видим а клиент юзернет нет клиента юзернет нету что мы должны сделать мы должны прописать как конфиге у нас прописано обновление ну во первых обновление может быть по ключу по ip-адресу мы сделаем чтобы он по ip-адресу это проще вам будет по ключу точно такая же идея генерится файл ключевой с ключом с неким который дается и dns и dhcp и они проверяют совпадение ключа ctrl с name it нам нет нам name it каталог с зоной нам нужен ctrl с вот name it и напишем что у нас обновляться будет тут у нас вообще нельзя было обновлять с локального адреса так 127 0 0 1 ну чтож вот так вот и давайте name it перестартуем name it перестартуем вот он перестартовался все теперь он может воспринимать обновление с нашего локального сервера так теперь ctrl с dhcp вот у нас вот тут вот это у нас вначале мы должны задать разрешение на обновление dhcp чтобы dhcp обновлял dynamic dns ddns ddns updates он он точка запятой стиле dhcp ddns dhcp 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 И аналогично F3, F5, зону 1, 168, 192, им, адр, арпа. Если мы обновляем по ключу, то тут еще кроме адреса DNS будет прописан ключ. Это очень легко разобраться в документации. И реверсный domain name inadr.arpa. Вот так вот. Собственно все. Давайте посмотрим что у нас будет. Перестартуем. DHCP табуляция двойная. Стартанули. Вот где-то у нас опечатка. Сейчас смотрим. Статус. Най. Най. Так. Ничего нам что-то не написал он путного. Давайте посмотрим конфит еще раз. Вот так. Так вроде. Вот так. И давайте мы Открываем еще один. Бутыл, минус f, var, log, messages. А тут перезапустим, перезапустим. О, вот и ошибка. О, вот и ошибка. Так, это у нас опция. Так, это не опция, так. О, вот и ошибка. Излишняя опция была. Перестартовали. Вот запустилась. Не то опцию написали мы. Все нормально работает. Вот таким вот образом отладка. Это осуществляется мы на консольке. А вот у нас раз и записалась в зону. На одной консольке log открываем. На другом команды запускаем. Что у нас там? ctrl-s name. Вот у нас. Он записывается в виде журнала. В бинарном формате. А потом будет скидывать время от времени общий файл. Клиент заснул. Таким образом мы сгенерили так, чтобы он записывал адрес в DNS. Давайте мы проснем клиент. И сделаем вот эту запись. Оп. Все. Вот он нам выдал клиент юзернет и его адрес. Все. Достаточно понятно. Теперь у нас нормальная сеть с нормальной DNS и DHCP. И в конце мы опять сохраним все это в Вагранте. Вот у нас каталог на лице Вагрант. Вот. Вот provision. Сервер. DHCP. Вот такой файлик делаем. Здесь каталог DHCP. Наш файл DHCP. Мы сюда скопируем. Systemd наш файл скопируем. Ну а DNS файлы мы скопируем туда же где был DNS. В принципе он и BDHCP работает, но так что когда подниматься будет DNS он будет поднимать все что нужно. И вот сюда скопируем новый Named и конфиги. Все. Я думаю это будет достаточно. Ну и в конце файла Вагрант у нас будет прописано запуск DHCP provision. Все. Если у вас пропадет машина вы ее легко сможете восстановить. вставка в тк-тк. Вставка в тк-тк.